Николай Васильевич Гоголь Вечера на хуторе близ Диканьки Повести, изданные пасечником Рудым Паньком Майская ночь или утопленница Ворог его, батька, знает. Почнут шо-нибудь робить люди-хрещане, То мурдуются, мурдуются, Моу хорти за зайцем, а все шось не до шмигу. Только и шкуди черту плететься, То верть хвостиком, Так де воной визметься, Не начь из неба. Глава первая. Ганна. Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами И заботами парубки девушки Шумно собирались в кружок в блеске чистого вечера Выливать свое веселье в звуки, Всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, Превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки, А песни все не утихали. С бандурую в руках пробирался Ускользнувший от песельников Молодой казак Левко, Сын сельского главы. На казаке решетиловская шапка. Казак идет по улице, Бринчит рукою по струнам И подплясывает. Вот он тихо остановился Перед дверью хаты, Уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, Заиграл он и запел. Солнце низенько, Вечер близенько, Выйди до мене мое серденько. Нет. Видно, крепко заснула Моя ясноокая красавица, Сказал казак, Окончивший песню и приближаясь к окну. Галю! Галю! Ты спишь? Или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, Чтоб нас кто не увидел, Или не хочешь, может быть, Показать белое личко на холод? Не бойся, никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, Я прикрою тебя свиткою, Обмотаю своим поясом, Закрою руками тебя, И никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, Я прижму тебя поближе к сердцу, Отогрею поцелуями, Надену шапку свою На твои беленькие ножки, Сердце мое, Рыбка моя, Жерелье, Выгляни на миг, Просунь сквозь окошечко Хоть белую ручку свою. — Нет, Ты не спишь, Гордая девчина, — проговорил он громче, И таким голосом, Каким выражает себя Устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною. — Прощай! Тут он отворотился, Насунул на бекрень свою шапку, И гордо отошел от окошка, Тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери В это время завертелась. Дверь распахнулась со скрыпом, И девушка на паре семнадцатой весны, Обвитая сумерками, Робко оглядываясь И, не выпуская деревянные ручки, Переступила через порог. В полуясном мраке Горели приветливо, Будто звездочки ясные очи. Блистала красная, Коралловая маниста, И от орлиных очей Парубка не могла укрыться Даже краска, Стыдливо вспыхнувшая На щеках ее. — Какой же ты нетерпеливый! — говорила она ему в полголоса. — Уже и рассердился. — Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу шатает, Стоя дело по улицам. Я вся дрожу. — О, не дрожи, Моя красная калиночка. Прижмись ко мне покрепче, Говорил Парубок, Обнимая ее, Отбросив бандуру, Висевшую на длинном ремне У него на шее, И садясь вместе с ней У дверей хаты. — Ты знаешь, Что мне и часу Не видать тебя, Горько. — Знаешь ли, Что я думаю? — Прервала девушка, Задумчиво уставив В него свои очи. — Мне все что-то будто На ухо шепчет, Что вперед нам не видаться Так часто. Недобры у вас люди. Девушки все глядят Так завистливо. А Парубки... Я примечаю даже, Что мать моя с недавней поры Стала суровее Приглядывать за мною. Признаюсь мне, Веселее у чужих было. Какое-то Движение тоски Выразилось на лице Ее при последних словах. — Два месяца Только в стороне родной И уже соскучилась. Может, и я надоел тебе? — О, ты мне не надоел, — Молвила она, усмехнувшись. — Я тебя люблю, Чернобровый казак. Зато люблю, Что у тебя карие очи, И как поглядишь ты ими, У меня как будто На душе усмехается. И весело, и хорошо ей, Что приветливо моргаешь Ты черным усом своим, Что ты идешь по улице, Поешь и играешь на бандуре, И любо слушать тебя. — О, моя Галя! — вскрикнул Парубок, Целуя и прижимая ее Сильнее к груди своей. — Постой, полно, левка. Скажи наперед, Говорил ли ты с отцом своим? — Что? — сказал он, будто проснувшись. — Что, я хочу жениться, А ты выйти за меня замуж? — Говорил. Но как-то унывно Зазвучало в устах его Это слово «говорил». — Что же? — Что станешь делать с ним? — Притворился старый хрен По своему обыкновению глухим, Ничего не слышит, И еще бронит, Что, шатаясь, Бог знает, где повестничаю И шалю с хлопцами по улицам. — Ну, не тужи, моя Галю, Вот тебе слово казацкое, Что уломаю его. — Да тебе только стоит, Левка, слово сказать. — И все будет по-твоему. — Я знаю это по себе. — Иной раз Не послушала бы тебя, А скажешь слово, И невольно делаю, Что тебе хочется. — Посмотри, посмотри. — продолжила она, Положив голову на плечо ему И подняв глаза вверх, Где необъятно синело Теплое украинское небо, Завешенное снизу Кудрявыми ветвями Стоявших перед ними вишен. — Посмотри. Вон, вон, далеко мелькнули Звездочки. Одна, другая, Третья, четвертая, пятая. Не правда ли? Ведь это ангелы Божии Потворяли окошечки Своих светлых домиков На небе и глядят на нас. Да, Левка? Ведь это они Глядят на нашу землю. Что если бы у людей Были крылья, как у птиц? Туда бы полететь Высоко-высоко. — Ух, страшно. Ни один дуб у нас Не достанет до неба. А говорят, однако же, Есть где-то в какой-то Далекой земле Такое дерево, Которое шумит Вершиною в самом небе, И Бог Сходит по нем на землю Ночью Перед светлым праздником. Нет, Галю, У Бога есть Длинная лестница От неба до самой земли. Ее становят Перед светлым воскресением Святые архангелы. И как только Бог Ступит на первую ступень, Все нечистые духи Полетят с тремглав И кучами попадают В пекло. И оттого На Христов праздник Ни одного злого духа Не бывает на земле. Как тихо колышется вода, Будто дитя в люльке, Продолжала Ганна, Указывая на пруд, Угрюмо обставленный Темным кленовым лесом И оплакиваемый вербами, Потопившими в нем Жалобные свои ветви. Как бессильный старец Держал он В холодных объятиях Своих далекое Темное небо, Обсыпая ледяными Поцелуями Огненные звезды, Которые тускло Реяли среди Теплого ночного воздуха, Как бы предчувствуя Скорое появление Блистательного Царя Ночи. Возле леса на горе Дремал с закрытыми Ставнями Старый деревянный дом. Мох и дикая трава Покрывали его крышу. Кудрявые яблони Разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своей тенью, Бросал на него Дикую мрачность. Ореховая роща Слалась у подножия его И скатывалась к пруду. — Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, Не спуская глаз с него. — Давно-давно, Когда я еще была маленькую И жила у матери, Что-то страшное Рассказывали про дом этот. — Левка, ты верно знаешь, Расскажи. — Бог с ним, моя красавица. Мало ли чего Не расскажут бабы И народ глупый. Ты себя только потревожишь, Станешь бояться И не заснется тебе покойно. — Расскажи, расскажи, Милый чернобровый парубок, — говорила она, Прижимаясь лицом своим К щеке его И обнимая его. — Нет, ты, видно, Не любишь меня. У тебя есть другая девушка. — Я не буду бояться. Я буду спокойно спать ночь. Теперь ты не засну, Если не расскажешь. Я стану мучиться, Да думать. Расскажи, левка. Видно, Правда, говорят люди, Что у девушек сидит Черт, Подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, Мое сердонько, Жил в этом доме Сотник. У Сотника была дочка. Ясная паночка, Белая, как снег, Как твоё личико. Сотникова жена Давно уже умерла. Задумал, Сотник, Жениться на другой. Будешь ли ты Меня нежить По старому батьку, Когда возьмёшь Другую жену? Буду, Моя дочка. Ещё крепче прежнего Стану прижимать Тебя к сердцу. Буду, Моя дочка. Ещё ярче стану Дарить серьги И манисты. Привёз Сотник Молодую жену В новый дом свой. Хороша была Молодая жена. Румяной Белособою Была молодая жена. Только Так страшно Взглянула на свою Патчерицу, Что-то вскрикнула, Её увидевши. И хоть бы слово Во весь день Сказала суровая мачеха. Настала ночь. Ушёл Сотник С молодой женой В свою опочивальню. Заперлась и белая паночка В своей светлице. Горько сделалась Ей, стала плакать. Глядит. Страшная чёрная Кошка крадётся к ней. Шерсть на ней горит, И железные когти Стучат по полу. В испуге Вскочила она На лавку Кошка за нею. Перепрыгнула На лежанку Кошка и туда. И вдруг Бросилась к ней На шею И душит её. С криком Оторвавши от себя Кинула её на пол. Опять крадётся Страшная кошка. Тоска её взяла. На стене Висела Отцовская сабля. Схватила её И бряк по полу. Лапа с железными Когтями отскочила, И кошка С визгом Пропала В тёмном углу. Целый день Не выходила Из светлицы Своей Молодая жена. На третий день Вышла С перевязанной Рукой. Угадала Бедная паночка, Что мачеха Её ведьма, И что она Ей перерубила Руку. На четвёртый день Приказал Сотник Своей дочке Носить воду, Мести хату, Как простой Мужичке, И не показываться В панские Покои. Тяжело Было Бедняжке, Да нечего Делать. Стала Выполнять Отцовскую Волю. На пятый день Выгнал Сотник Свою дочку Басую Из дому И куска Хлеба Не дал На дорогу. Тогда Только Зарыдала Паночка, Закрывши Руками Белое Лицо Своё. Погубил Ты Батьку Родную Дочку Свою. Погубила Ведьма Грешную Душу Твою. Прости Тебя, Бог, А мне Несчастный, Видно, Не велит он Жить на Белом Свете. Иван, Видишь ли ты, Тут Обратился Левка Ганне, Указывая Пальцем На дом. Гляди Сюда. Вон, Подали От дома. Самый Высокий Берег. С этого Берега Кинулась Панночка В воду И с той Пары Не стало Её На свете. А Ведьма, Боязливо Прервала Ганна, Устремив На него Прослезившиеся Очи. Ведьма? Старухи Выдумали, Что с той Пары Все Утопленницы Выходили В лунную Ночь В панский Сад Греться На месяц. И Сотникова Дочка Сделалась Над ними Главную. В одну Ночь Увидела Она Мачеху Свою Возле Пруда. Напала На неё И скриком Утащила В воду. Но Ведьма И тут Нашлась. Обратилась Под водою В одну Из утопленниц И через То ушла От плети Из зелёного Тростника, Которую Хотели Её Бить Утопленницы. Верь бабам. Рассказывает Ещё, Что паночка Собирает Всякую Ночь Утопленец И заглядывает Поодиночке Каждый В лицо Стараясь Узнать Которая Из них Ведьма. Но До сих Пор Не узнала. Если Попадётся Из людей Кто Тотчас Заставляет Его Угадывать. Не то Грозит Утопить В воде. Вот Мая Галю, Как Рассказывают Старые Люди. Теперешний Пан Хочет Строить На том Месте Винницу И прислал Нарочно Для того Сюда Винокура. Но Я слышу Говор. Это Наши Возвращаются С песен. Прощай Галю. Спи Спокойно. Да Не думай Об этих Бабьих Выдумках. Сказавший Это Он Обнял Её Покрепче. Поцеловал И ушёл. Прощай Левка, Говорила Ганна. Задумчиво Вперив Очи На Тёмный Лес. Огромный Огненный Месяц Величественно Стал В это Время Вырезываться Из Земли. Ещё Половина Его Была Под Землёю, А уже Весь Мир Исполнился Какого-то Торжественного Света. Пруд Тронулся Искрами. Тень От Деревьев Ясно Стала Отделяться На Тёмной Зелени. Прощай, Ганна. Раздались Позади Её Слова Сопровождаемые Поцелуем. «Ты Воротился?» Сказала Она, Оглянувшись. Но Увидев Перед Собою Незнакомого Парубка Отвернулась В сторону. «Прощай, Ганна!» Раздалась Снова И снова Поцеловал Её Кто-то В щёку. Вот Принесла Принесла Нелёгкая И Другого Проговорила Она Сердцем. «Прощай, Милая Ганна!» Ещё И Третий «Прощай, Прощай, Прощай, Ганна!» И Поцелуи Засыпали Её Со Всех Сторон. «Да Тут Их Целая Ватага!» Кричала Ганна, Вырываясь Из Столпы Парубков, На Перерыв Спешивших Обнимать Её. «Как Им Не Надоест Беспрестанно Целоваться! Скоро Ей Богу Нельзя Будет Показаться На Улице!» Вслед За Сими Словами Дверь Захлопнулась И Только Слышно Было Как С Визгом Задвинулся Железный Засов Глава Вторая Голова Знаете ли Вы Украинскую Ночь? А-а-а! Вы Не Знаете Украинской Ночи? Смотритесь В Нее. С Середины Неба Глядит Месяц. Необъятный Небесный Свод Раздался, Раздвинулся Ещё Необъятнее. Горит И Дышит Он. Земля Вся В Серебряном Свете И Чудный Воздух И Прохладно Душен И Полон Неги И Движит Океан Благоуханий. Божественная Ночь! Очаровательная Ночь! Недвижно Вдохновенно Стали Леса Полные Мрака И Кинули Огромную Тень От Себя. Тихи И Покойны Эти Пруды. Холод И Мрак Вот Их Угрюмо Заключён В Тёмно-зелёные Стены Садов. Девственные Чаще Черёмах И Черешин Пугливо Протянули Свои Корни В Ключевой Холод И Изредка Лепечут Листьями Будто Сердя Сенегодуя, Когда Прекрасный Ветреник Ночной Ветер Подкравшись Мгновенно Целует Их. Весь Ландшафт Спит А Вверху